И тут на сцену выходят разные вопросы, типа, а контролируют ли демократы все корпорации? Испортил ли Трамп самолично свои отношения с платформами? Адекватно ли были выключения серверов в парлер? И что такое свобода слова? В этом выпуске мы остановимся на последнем. Свобода слова. Что это вообще такое? Свобода говорить вообще все, что сдумается, что у тебя в голове. А что если это голова психопата или террориста? Да, в этом случае мы можем отсечь какие-то очевидные вещи. Типа, конкретных призывов идти и убивать. Но вот иногда случается, что и без конкретных призывов случаются летальные исходы. Если представить, что мы все роботы, то от Трампа не было команды идти громить и убивать. Он лишь сказал, что просто мы идем к Капитолию. Про остальное там не сказано. Но люди-то не роботы. Это вы, отдельно сидя на диване, на другом континенте, умные и со всяким там критическим мышлением. А вот в реальности тот его спич привел к, мягко говоря, неприятным последствиям. Или как относиться к его высказываниям, что коронавирус не страшнее гриппа? Ладно, эта куча хайпажоров здесь, на ютубе, на заре пандемии выступали с такими тезисами. Но слышать такое от президента США? На скольких людей это могло повлиять? Скольким людям не оказали помощь из-за высокой нагрузки больниц? А кто-то, может быть, дождался бы вакцину? А кто поверил ему и решил, что препараты от малярии работают против коронавируса? Вот где здесь свобода слова, а где пора банить психопата? Тут мы переходим к позиции судьи. Того, кто оценивает и выносит вердикт. Вот даже сейчас вы оцениваете его действия, действия твиттера и мой текст. Это прекрасно, но в конечном счете на вас не лежит бремя ответственности перед человечеством. Максимум бремя лайка или дизлайка. Ну и нагадить в комменты еще можно. А за Дональдом наблюдали 89 миллионов человек. И его слова могут быть истолкованы по-разному. К примеру, вот финальный твит о том, что его не будет на инаугурации. Истолкован твиттером как «Можно спокойно совершить какую-нибудь пакость присутствующим, ведь меня там не будет». И понятно, что я этот твит так не восприму. Вы это так не воспримете. Но учитывая недавний, так сказать, штурм Капитолия и жертвы, тут уже могло произойти всякое. Но кто вот это все должен решать? «Наверное суд», скажете вы. Но в наше время суды устарели. Они просто не успевают реагировать. Ну, точнее как. Они продолжают решать вопросы воровства, грабежа, насилия и прочего. Есть у них в ведомстве истории, переходящие из офлайн в онлайн. Например, онлайн-мошенничество. Но вот чисто онлайновые истории, в которых речь идет о влиянии на сознание, это уже судят платформы. Они современные судьи. И кроме них, это никто не может сделать. Это очень просто объяснить. Платформы-то их. Они могут работать с большими данными и быстро реагировать на появившийся твит. Скорости исполнения нарушения и реакции на нарушения куда быстрее судов и отвечают современным потребностям. И хотим мы этого или нет, мы зависим от их восприятия хорошего и плохого. И тут я добавлю личного мнения. Если брать в сухом остатке, для меня история с Трампом выглядит именно как максимально публичный человек, который дорвался до власти и не хотел ее отдавать, заранее не рассматривал вариант поражения. Никак не признавал все факты об отсутствии фальсификации, побудил людей fight like hell в Капитолии, где в итоге погибли люди. За что бизнес не захотел оказывать ему дальнейшие услуги. Никто же не возмущался, когда Шкода и Нивея отказались спонсировать хоккейный чемпионат в Беларуси. Потому что злодей там наиболее явный. Да и речь не о свободе слова, а о деньгах. Поэтому у большинства людей не было эмоционального отклика. Ну тогда можно вспомнить другой, более близкий пример. Где были эти противники цензуры, когда блокировали инстаграм Кадырова? Тогда фейсбук вообще заявил открыто, что исполняет решение американского законодательства. Но что-то этого сильного гнева у публики не вызвало. Нас больше волнует блокировка американской кампании, американского президента, нежели чем руководителя, на минуточку, субъекта федерации. Гэп, ну вот ты попадешь в похожую ситуацию, заговоришь по-другому. Но я был в ней. И есть в ней. Вот эти видео на спорные темы у нас без монетизации до сих пор. Более того, когда началась история с коронавирусом, Ютуб взял и решил всем, кто хоть как-то высказывался по этой теме, сбривать монетизацию без разбора. И правильно делал. Да, лично мы пострадали, но зато сколько отсеяло тех, кто снимал исключительно ради баблишка. Потому что тогда эти ролики ой как собирали. И это мы не сейчас так говорим для красного словца. Мы это говорили и раньше. Да и в целом, вся эта ситуация с демонитайзом, ну мы ее оцениваем скорее положительно. Потому что статистически пользы больше. Потому что лучше, если отсеют всех кайпажеров, пусть и пострадают некоторые каналы типа нашего. И да, на данный момент какие-то видео у нас ограничены, какие-то даже удалены. Но большинство-то осталось. Несмотря на то, что судьями нашего общения являются корпорации, в мире, благодаря этим же корпорациям, благодаря существующим площадкам, где люди могут объединяться, связываться и координировать свои действия, эти люди могут взгреть кучу мажористых пиджаков на миллиарды долларов. И этим предложением мы оставим подводку для следующего выпуска.